Приветствую друзья на канале Кроссаут Лаверс. Сегодня видео у нас будет обзор на автопушки циклон. В общем-то меня многие просят про него сделать обзор. Многие на них кстати тоже уже сами катаются, нравится им и просто говорят зацени, может быть тебе тоже зайдет. Давайте посмотрим, что они смогут сделать в бою. У нас сегодня три крафта. У нас получается этот первый крафт такой мини-бункер. У него 11000 очков мощи практически. Второй крафт у нас вот такой вот на Омни. Тоже три штуки. Торрера стоит и то есть он более маневренный, маленький, компактный такой. Здесь у нас 8798 очков мощи. И вот такой вот хайвераст средний такой 9500 очков мощи. Не знаю, вот на циклонах, кстати на хайерастах, вот хайеры чтобы к циклонам стали очень редко видел. Даже можно сказать никогда не видел, потому что ну не видно их в рандоме. В основном катаются вот на что-то таком подобном, либо просто на обычных колесах также делают. В общем-то давайте наконец посмотрим, что они смогут сделать в бою. Соберем наш первый крафтец. Начнем наверное с этого, самого такого обычного бункерный. Конечно по Омам у нас он самый большой, но я думаю не критично. Итак, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы уже собрали нашу точилу, мы уже поехали в первый бой. В общем-то давайте посмотрим. Да, даже на 11 косарях находятся такие нанотехнологии. Аполлоны, зачем их прятать? Дроны, ну что могу сказать. А у него интересно Омм какой? Тоже 11 тысяч, как у меня Омм, причем почти в то что. Зачем он это собрал, я не понимаю. Вот крафт хоть нормальный более-менее, а он тот конечно, мягко говоря, не очень. Ладно, поедем. Дальше. Так, что-то все на дронах укатаются. Так, там уже кого-то с ракет завалили. С пламя видимо. Так, ой капканчики здесь всякие наши. Так, давайте попробуем. Попробуем. О, в упор. Вот они классно фигачат, если честно, сразу скажу. Уже на стримах мы пару раз буквально мельком смотрели это оружие. И в принципе мне понравилось, как они вблизи фигачат. Хотя это автопушка, как бы, ну по определению оно не должно так фигачить. Но это вот прям особенности данной пушки. Так, вот зараза, какой маневренный, да? Мне к нему лучше не лезть. Его лучше какой-нибудь дробовод заберет. Так, этого добьют сейчас, ладно. А, и больше уже никто не остался. И придется в итоге все равно ехать на этот ховер. Так, мне зараза, задний бейкфуд. Правый отстрелили. И это не очень так и хорошо. Так, есть. А, он сам слился, он понял, что мы Алис Цигунтер. Так, есть. У нас один чили где-то остался. Давайте его найдем, что ли. А, его уже нашли. Победа, ну, я думаю, неплохое начало. Двух человек мы завалили. Третье место по команде. В принципе, для первого боя, мне кажется, не такой офигенный результат, даже скажу. Итак, поехали во второй бой. Нам теперь во втором бою попалась вот такая вот карта. Как-то называется. Кольцо пепла. Вот, эта карта называется. Что-то я подзабыл в последнее время, как каждая карта называется. Вот. Ну, тут, конечно, очень странно. Сегодня какой-то день прям. Очень часто встречаются максимально странные крафты. Я не знаю, почему такое сегодня происходит. Именно сегодня на таком ОМе такая фигня. Обычно, наоборот, чем больше ОМ, тем лучше игроки крафты собирают. Но, сегодня это не работает. Так, нам надо подобраться поближе. Ооо, ну, куда ж без парсеров-то? Так, здесь. Ну, вдаль с циклонов не особо получится пострелять. Потому что там, во-первых, надо прокликом стрелять. Ну, в точности, потому что у циклонов нету. Но, если подъехать, так сказать, прям в упор, то зажимаете просто курок и фигачите в упор. Там урон классный такой. Он, кстати, тоже кто-то на циклонах катается. Ладно, его там заберут. Вот этого надо забрать, заразу. С урагана тут, понимаешь, стреляешь, да? Все. Нету никаких ураганов. Еще и пламя там одна штука стояла. Я говорю, сегодня какие-то крафты странные строятся. Так. О, на мины наехал нормально. Если бы у меня еще там газген стоял, он бы подорвался. Было бы классно. Вот у меня как раз-таки газген стоит. У меня Аполлона нету, к сожалению. И мне вполне тачка может подорваться. Так, ага, это пильщик. Давайте. Ой. Вот это... Вот это я классно заехал, конечно. Союз, помоги. Давай, что, у меня машина застряла на его минах? У меня просто нету колес справа. Так. Давай, давай, давай. Давай, он тоже там почти. Давай, закидывай его минами. Союз. Я вот так буду настреливать. Так. Есть еще один Союз приехал. Е! Победа. Ну, это я сам виноват. К нему полез. К пильщику в упор. Ну, я, конечно, красавчик. Так. У нас второе место по команде. В принципе, неплохо. 1169 очков за бой. Погнали в третий бой. А вот на этой карте у нас по принципу унитаза не получится поездить. Сейчас будем здесь меситься, как всегда, в принципе. Вот. На такой карте, особенно, никогда почти не получается, в принципе, унитаза проехать по кругу. И как-то так, не знаю, встретиться в лобовушку. Здесь обычно именно здесь все бьются. Так. Ну, вот не знаю, не понимая таких людей, которые лезут напролом просто против Орды Союзов. Лезут там просто по одному. Их тупо расстреливаешь и все. То есть надо лезть толпой сообща. А тут они поодиночке вылезли, их расстреляли. И как бы все. Так. У меня для себя команда кончилась. То есть, в принципе, так. Что-то я Кроссыч немного подлагивал. Не знаю, что сегодня такое. Сегодня вообще какой-то странный день. Крафты зачетные, каждый строит здесь. Еще что-то происходит. Я не знаю, почему такая фигня. Так. У нас там красавчик какой-то забрался наверх. Понял, что всем хана. А. Ну, все. Он кого-то там, видимо, взорвался сам. Никого не было на горе вроде как. Либо его подстрелили. Мы двоих человек завалили. Ну, мы их добили чисто. Но предпоследнее место у нас по команде. В принципе, ну, не особо такой зачетный бой. Всех просто расстреляли. Я особо ничего такого большого вклада не сделал. Ну, ладно. Давайте теперь перейдем вот к такому крафту. Более маневренному. Посмотрим, что он у нас из себя представляет. Итак, давайте перейдем к сборке его. А потом проверим этот крафт в бою. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok только. Или нет? А, не, не, не. Вспомнил. Тут два стоит радиатора Нерпа. Как раз, да. Вот сейчас посмотрел. Ну, в принципе, по огневой мощи он будет такой же, мне кажется. Но меньше маневрений и меньше брони. В общем-то, давайте посмотрим, что он сможет сделать. На Омни, кстати, я, ну, редко катаюсь. Поэтому, если что, косячи на Омни, то да, это я могу. Так. Ну что? Блин, я лезть-то боюсь на таком крафте. Тут, по сути-то, пару этих деталек отстрелить, и все, он развалится. Так. Ой. Показалось, что он уже взрывается. Там эта-то лампочка какая-то горела. Не знаю, показалось, видимо. Союз, красава, вообще своего же перевернул. Красавчик. Я ему штырец стрелил. Сейчас еще он на генераторы. Да. Вот это союз тебе респект. Вообще. Только мой килл кто-то забрал. Ну, ладно. Я не такой жадный. Оп. Так. Не получилось вернуться в последний момент. Так. У меня даже пушка не разворачивается. Я просто вот так в упор сейчас его расстреляю, и все, в принципе. Так, красава, перестань лагать. Так. Вот. Все нормально. Так. 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 У меня сейчас пушки отвалятся. Есть. Что-то. Есть. Вот они, слушайте, мне на циклонах пока нравится играть. Там все рассыпается только в путь. Вот. МВПшка у нас даже. Четырем человекам мы помогли. Итак. Давайте посмотрим, что у нас уже будет в четвертом бою. Нет, не в четвертом, а в пятом бою. Мы уже едем в пятый бой. И, кстати, у нас попался сейчас в рандоме котик в носке. В правом верхнем углу, как видите. Привет, привет, кот, если ты это смотришь. Так. Ну что, а мы едем дальше. Так. Кстати, вот красочка называется Эльдорадо. Вот первый раз увидел, кстати, достаточно прикольное. Там вроде обычный желтый, а мне как-то зашла. Прямо под детальки основателей. Вообще классно подошла. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Котик, не надо меня валить только. Так. Привет, привет. Ладно, едем дальше. Ой, я союзу минус такой сделал. Да не за что, не за что. Обращайся. Он там целился, целился. Я его подтолкнул. И все эти пули от иглобрюха улетели. Да что ж... Капканы. Я уж испугался, что мины будут. Обычно приезжаешь и все. На минын тыкаешь. Что-то нас всех разобрали. Все разъехались, как и я, в принципе. Что сделали неправильно. И нас сейчас поодиночке разберут просто и все. Здорово, котяра. Вот мы все равно и встретились. Так. Мне против него, конечно, лезть еще при поддержке союзов. Я просто-напросто по хпшкам не выигрываю. Хотя, смотрите, я его что добью что ли? Я его добил, но у меня сейчас сзади грохнут. Так. Просто-напросто. Ладно, мне уже не терять нечего. Давайте. Что нанесем, какой урон? Ну, у меня еще... Да. В принципе, меня просто-напросто расстреляли. Но котая и на удивление перестрелял. Хотя он там уже дымился. Но, в общем-то, перестрелял я его в итоге. Да. Неудачный у нас такой бой. От челика ничего не осталось. Здесь у нас и ступили теленов. Все, в принципе, да. Пишет кот. И не все оружие было. Ну, ладно. В принципе, это ничего не дает. Так. Мы все равно проиграли. Так. Ну, что у нас? Третье место по команде. Неплохо, но поражение. Ладно. Поедем дальше. Ну, пока что мне циклоны оставляют только положительные эмоции. На них, кстати, прикольно кататься. Вот даже на том 11 тысяч омов. Вот я опять повторюсь. Честно скажу. Не нравится мне уже, начиная с 11 тысяч кататься. Мне просто, я не могу. Для меня это сложно. Я люблю на 6К кататься. Но здесь я катаюсь уже на сколько на 9К. В принципе, неплохо. Я катался уже на прошлом крафте на 11К. Добил чувака. Сбрил, конечно, килл. И, в принципе, меня на циклонах как-то не напрягает играть. То есть, я катаюсь спокойно союзами. Просто настреливаю как бы киллы, урон. Да что? У тебя все союзом-то так помогают, а? Сейчас, наверное, все союзы мне спасибо говорят. Так, ладно. Запал. Кто-то на запал вообще катается. Мне, кстати, тоже кто-то просил в комментах сделать обзор на запал. Вот, если честно, не понимаю, а? Кто-то катается, кому-то нравится. Просто кто-то угорает. Не знаю, сам не пробовал именно на запалах ездить. Можно, в принципе, потом на стриме попробовать. Но если очень сильно захочется, могу, в принципе, видосик снять. Кому надо, пишите в комменты. Если очень много у вас будет, то сниму на запал обзор. Хотя, мне кажется, от них что-то такого ожидать можно не ожидать. Так. О-о-о-о-о-ой! Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой ты грозный-то. А я тебя в упор обстреляю. Он ошибку сделал, он понимает, что он уже не выиграет. Он убежать не сможет просто. Так. Да, и он уже поздно. Так. Давайте фафниры, что ли? Блин, я последний. Меня запалы накрыли. Нет. Ну, как же. Вот просто только сказал запалы полная фигня. И меня завалили эти запалы. Ну, что могу сказать? Классно. Опять у нас третье место по команде. В принципе, ну, на этом крафте тоже неплохо кататься. Только с боями не особо повезло. Но, в принципе, мне понравилось. Теперь давайте перейдем к сборке вот этого ховерного крафта. Не знаю, как вообще на ховерах кататься. Вот я не люблю ховеры. А тут еще и циклоны. Я, ну, ни разу не видел, что кто-то на циклонах на ховерах катался. Ну, ладно. Давайте посмотрим, как он собирается. А потом проверим его в бою. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! На удивление, пока что никого нет. Ладно, тогда кто не рискует, тот не пьет шампанское, в принципе. Ой! Я думаю, что это такое? Это цунамки. Что-то как-то не разглядел. Так, ой. Так, я ему что-то там забрал. Он мне хой расстрелил, в принципе. Хорошо, не задний. Так. Ой! Кайдзю еще помогает ему. Ну все, меня скорее всего сейчас заберут. Если бы один на один, я бы был бы, мне кажется, я бы даже... Даже я его забрал. Так, ну да. Опять мы слились, походу. Ну тут, в принципе, за бой я ничего, наверное, не получу. Опять же, последний или даже, ну не знаю, там, предпоследнее максимум будет место. В общем-то, давайте поедем... Такой же человек, как и я. Последний бой сейчас. Хотя тут можно даже не ждать. Давайте посмотрим, как его грохнут. В принципе, тут немного ему осталось. Так. Давайте, добивайте! Группа поддержки! Грохни! Грохни союза! Давай, есть! Наконец-то! Так, это... Так долго я этого ждал. Прикиньте, у меня даже не самое последнее место. У меня шестое место по команде. Это не хухры-мухры вам. Эх, ладно, поехали. Последний бой. Вот на этой карте мне чувствую вообще... Я даже не доеду до базы, до противоположной. Потому что я тут гордо фига. У меня сейчас просто из стороны в сторону будет шатать. Как будто я пьяный. Так. Ну ладно, давайте попробуем. Будет у гарды, если даже я кого-то завалю на фаеровозке. Ой, ё-моё, я уж испугался. Чувак, по холерам, по всем проехал и не парится вообще. Вот почему я люблю колёса. Они проедут везде. Как хочешь, где хочешь, сколько хочешь, они проедут. Фух, ё-моё. Я говорю, сегодня какой-то вообще, я не знаю, что вот это такое. Э, зачем кабана на такой ом ставить? Аполлон, шесть бигфутов. Я вообще поражаюсь, что сегодня такое. Так, ну куда же без парсеров. Классика жанра. Колхоз крафт тут заметил. Вот когда парсеры, это... С парсерами обязательно должен какой-нибудь колхоз крафт ехать. Вот это прям, вот я не знаю, закорномерность какая-то. Так. Чё тут дико... Да что вы еще мне холеры-то отстреливаете? Да, со скорпионов-то всяких, а? Я, видите, и так еле еду. Инвалид уже. Трёх... Трёххолерный. Так. Ногу потерял. Ну, в принципе... Это, наверное, плохо я сделал. Надо он туда отъехать. Потому что там он мне со скорпиона, в принципе, в кабину попадет. И... И всё. Так. Нас базу захватывают. Так-та. И, в принципе, захват базы наш. Эээ... Мне кажется, ничего не даст. Ладно. Тогда поедем фигачиться. Нас надо на базу ехать. Вон там к союзу уже допёрли. Что это надо сделать? Это я только так долго думал. О, всё, приехал кто-то на захват. Давайте. Тяните время, пока сейчас... Все приедут. Пока инвалид приедет к вам. Так. Хотя я, наверное, особо много не сделаю. Просто-напросто не успею. Так. Дикобразы. Всё, я проехал. Нагибатор! Вау! Я добил одного челика. Вау. Так. Последний чувак остался. Так-так-так-так-так-так. Он что там говорит? А, нет. Он горел. Ну, в общем-то, я смог завалить одного челика. Даже не завалить, а добить, в принципе. Ну, и какое у нас место? Ну, опять же, шестое место по команде. Ну, мне на хуэрах не понравилось кататься. В общем-то, не только я, видимо, такой. На циклонах я не видел ни разу, чтобы кто-то катался. Просто ради эксперимента решил посмотреть. Хотя, наверное, и зря я это сделал. Вот. Но, из каких мне... Если честно, вот этот и вот этот крафт... Как бы различия. И там, и там три циклона. Но ОМ разный. В принципе, и там, и там на них можно играть. На удивление. Мне даже понравилось, наверное, даже больше вот на этом поездить. Вот первый раз у меня больше ОМ. Мне на нем понравилось ездить. Просто вот без напряга какого-то. Обычно там ставишь гром и какие-то надо фигачиться что-то делать. Вот для меня это вот как-то бесит. А здесь без напряга. Катаешься со союзами. Просто настреливаешь. Вблизи ты там перестреливаешь всякие эти фафниры и так далее. Ну, фафнир понятно. Там еще что-то перестреливаешь в упор. То есть, мне вот прям зашлось, честно, на циклоне кататься. Так что, кто вот писал в комменты, попробуй. Мне прям скажу, вам понравилось. Хорошо, что к вам прислушался. Ну, а те, кто задумывается купить или не купить. Или просто вот нужно ли это оружие вам на склад. Берите. В принципе, мне вот прям понравилось. Прям зашло. Наверное, мне, наверное, вот с Аймилия. В общем-то, пишите в комменты, как вам это оружие. Я еще раз повторюсь, мне оно зашло. Ну, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok